Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы вам продемонстрируем как минимум два способа активации режима Agility на кузове V212 и его модификациях. Это у нас коробка VGS4NAC2. Итак, приступим. Подключаемся к автомобилю, запускаем нашу программу Vidiama. Открываем вкладку Update в нашем Vidiama. Здесь мы видим, что при установке программы Vidiama вы получаете самый низкий уровень доступа. То есть уровень доступа у вас в данном случае будет первый. Это самый низкий уровень доступа, при котором не все возможно делать в этой программе. Не зная этого, можно легко уложить блок или превратить машину в кирпич. Здесь мы показываем, что нами уже заменен уровень доступа. Нажимаем вкладку Update и мы видим, что у нас 9 уровень. В следующих видео я обязательно покажу, как это делается, как нам активировать 9 уровень доступа. Дальше мы заходим в нашу машину. Продолжим нашу активацию Agility. Здесь мы подключились к машине. И проверяем, что у нас на приборке есть только режим E, эконом. То есть комфорт и режим S, спорт. Больше у нас ничего нет. Запускаем наше Vidiama. И ждем подключения. Открываем вкладку Update. Видим, что у нас уровень 9. Включаем Yakut. Это первый способ подключения и активации режима Agility. Так делает команда MB Coding. Выбираем наш нужный CBF. В данном случае VGS 4 NAC2. На V212 их в основном только такие коробки и стоят. Нажимаем подключить зеленую галочку. Смотрим и забываем, чтобы у нас была скорость подключения 500. Обязательно. Открываем вкладку DiagJop. И мы видим, что тут у нас есть разблокировка 9-го левела. Далее заходим в кодировки. Выбираем вариант Coding. Ручное кодирование. И видим нашу строку. Здесь она уже большая. 50 чем-то байт. 55 байт. Убираем 40-й байт. И меняем на F6. Нажимаем продолжить. И мы видим, что у нас выскакивает ошибка. Которая говорит о том, что наш блок заблокирован. Для того, чтобы разблокировать блок, мы нажимаем вот эту вкладку. И разблокируем 9-й левел. После этого снова заходим в нашу строку. Выбираем мануальное кодирование, ручное кодирование. И уже меняем наш 40-й байт. Ставим в 40-м байте нужную нам букву. Нажимаем применить. Продолжить нажимаем. И видим, что наша строка закодировалась. Никаких танцев с бубнами. Все четко работает. Закрываем нашу строку. Выходим из блока. Здесь мы видим. Выключаем зажигание сначала. Включаем зажигание снова. Так как здесь бесключевой доступ. Нажимаем кнопку включения. И видим, что у нас активировались режимы M, A. Точно ручной и автоматический режим. Если у вас коробка с лепестками, то можно и оставить ручной режим. Если у вас нет лепестков, то значит не надо активировать режим M, так как он будет бесполезный. Теперь мы покажем второй способ подключения. Через SIT-Кей калькулятор. Выбираем те же вкладки. Меняем нашу строку. Попробуем менять в нашей строке. Снова обратно заменить значение, как и было. На режим S и эконом. Убираем C6. Продолжить. И бах! У нас снова ошибка. Выходим. Запускаем наш SIT-Кей калькулятор. Убираем библиотеку PGS4-NAC2. Заходим. Нажимаем F12. Ручное кодирование. И вводим команду 2709. В ответ нам приходит от блока управления ответ, который мы должны внести 8 байт в нашу строку SIT-Кей калькулятора. В 6709 в данном случае мы не вносим строку, а вносим последовательно 8 байт после этой строки. Обязательно выбираем Security Level 9 уровень, так как мы пытаемся разблокировать 9 уровень. И получаем ответ от калькулятора наш непосредственно SIT-Кей. Вводим 270A команду для записи в блог. Нажимаем Send и получаем в ответ 670A. Это ответ от блока, что у нас блок разблокирован. Если же у вас приходит в ответ F, 7F, и там куча всяких букв дополнительных, то значит блок у вас не разблокировал, вы неправильно подобрали SIT-Кей. Заходим в нашу строку. И меняем в сороковом байте. Предварительно мы изменили на F6. Меняем на C6 обратно, чтобы продемонстрировать, что этот способ тоже в принципе рабочий. И его можно тоже использовать. Но не всегда он прокатывает, так как не на все блоки вы можете подобрать SIT-Кей. Здесь мы сейчас продемонстрируем. Снова выключаем зажигание, включаем зажигание. И смотрим, что наш режим Agility выключен. И у нас обратно стало как и было. То есть комфорт и режим S. Здесь мы обратно вернули. Те же уровни поставили. Снова F. И активировали полные функции. На этом мы заканчиваем наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok